Здравствуйте! Это программа специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. Сегодня поговорим о непыльной работе. Одинцовскому архиву в этом году исполняется 55 лет, а архивному делу в России 300. У нас в гостях Наталья Андреевна Соловьева, начальник управления архива администрации Одинцовского городского округа, и Анна Пытина, начальник отдела по работе с обращениями физических и юридических лиц управления архивом. Здравствуйте! Здравствуйте! Я рада Вас приветствовать. Я Вас поздравляю. Год у Вас юбилейный. Но хотелось бы для наших телезрителей поговорить об истории нашего архива. Будьте любезны, историческую справку. Ну, свою историю Одинцовский архив, именно как Одинцовский, ведет с 1965 года. Этот был год, момент, когда был образован Одинцовский район. И, соответственно, образовался район Одинцовский городской совет и городской архив. А вообще, в плане страны, Вы правильно сказали, этот год юбилейный. В этом году Россия отмечает 300-летие архивной службы. Свою историю архивная служба ведет с 1720 года, когда впервые Петр I издал генеральный регламент, который определял основы государственного управления страной и централизации архивного дела. Согласно этому уставу, Петр предписывал всем государственным учреждениям сдавать государственные документы в архив, собирать эти документы. И этим же документом впервые была введена должность, государственная должность архивариуса. В разные годы происходили различные реформы в архивной системе. Но с приходом советской власти в 1918 году был издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР, согласно которому был создан впервые орган, который отвечал за архивное дело в России. Соответственно, этим же документом впервые была организована сеть государственных архивов. Вот с этого момента архивная служба ведет свою историю. Вы совершенно правильно сказали, что год для нас юбилейный вдвойне, 55 лет Одинцовского архива, 300 лет архивной службы. Как начиналась свою деятельность Одинцовский архив? Сначала это был архив в помещении Одинцовского городского совета. Дальше в 80-х годах архив переехал в Одинцово по улице Новоспортивная, дом 6. Но там было достаточно маленькое помещение. Да, было все необходимое, но с учетом времени идет, какие-то требования меняются. И уже в 2012 году Одинцовский архив переехал в новое помещение по улице Молодежная, 36А. Здесь уже, когда только, будем так говорить, составлялся проект помещения архива, то есть мы соблюли все требования нормативные. То есть архив полностью на сегодняшний день укомплектован всем необходимым оборудованием. То есть документы все хранятся в специальных хранилищах, на специальных металлических стеллажах. Все документы хранятся в соответствии с требованием. То есть поддерживается круглосуточный температурно-влажностный режим. То есть влажность в архивах хранилищах 55%, а температура не более 19 градусов. То есть для чего все это делается? Что самое опасное для документа на бумажном носителе? Это свет. А цвета, есть такой специальный архивный термин, шрифт затухает. Вот цветание, да? Да, вот цветает. То есть через некоторое время можно открыть документ, а прочитать его невозможно, потому что текст практически невидим. Также на документ влияет, если слишком жарко или, напротив, слишком влажно. То есть вот эта система нам позволяет хранить документы в нормативных условиях. На сегодняшний день в нашем архиве более 100 тысяч единиц хранения. Леви, если быть более точной, из 100 226 архивных дел. Какие именно организации комплектуют наш архив? Это в первую очередь органы местного самоуправления. Дальше сельскохозяйственные, промышленные предприятия. Те, которые представляют с точки зрения истории какую-то ценность. И ликвидированные организации, которые были зарегистрированы на территории нашего района, то в случае ликвидации по закону они обязаны передать на охранение в архив документы по личному составу. Это те документы, которые при оформлении пенсии всегда могут подтвердить, что да, человек работал, получал заработную плату. И, соответственно, все те сведения, которые необходимы при начислении пенсии. В архиве у нас работает 12 человек. Кстати, мы были у вас на съемках, и на самом деле мы были приятно удивлены, потому что у вас молодой коллектив. Вот хотелось бы понимать, у архивариуса в 21 веке какие-то другие обязанности или нет? Или все остается как прежде? Ну, конечно, все меняется. На мой взгляд, сейчас работа более облегчена для архивистов. Почему? Потому что, во-первых, проводится у нас очень большая работа по оцифровке документов. То есть по переводу документов в электронный вид. Для чего? Для того, чтобы в случае необходимости найти тот или иной документ, если реквизиты документа неизвестны, то по ключевому слову, с помощью специальной программы, можно документ этот быстро очень найти. Другой такой момент. Я уже сказала о физической сохранности документа, что если документы переведены в электронный вид, то нет необходимости лишний раз брать в руки оригинал документа, то есть на бумажном носителе. Можно по компьютеру этот документ распечатать и с ним работать. Конечно, та молодежь, которая у нас работает на сегодняшний день, вы понимаете, что это достаточно интересно. Архив – это не совсем узкая специализация. Архив – это прежде всего общение с людьми. Мы работаем с документами. Запросы бывают совершенно разные. Вот что касается начисления пенсии, что касается какой-то исторической справки об образовании школы, об открытии детского сада. И основная работа, основной поток запросов – это именно запросы, когда необходимо подтвердить какие-то сведения по недвижимости, которые находятся в собственности у людей. То есть в этом случае, как правило, все обращаются в архив. В архиве у нас, на моей практике, нет утрат документов. То есть все документы хранятся в нормативных условиях, все документы описаны, и, соответственно, работа в архиве организована по всем архивным правилам. То есть если человек обращается в архив, ему нужен тот или иной документ, и он владеет информацией названия документа, номер даты, то этот документ для архивиста найти буквально 2 минуты. А вот каким образом можно обратиться в архив? Я думаю, нам расскажет Анна, тоже сотрудник архива. Очень хотелось бы узнать, сложная эта процедура, несложная, куда надо обращаться непосредственно к вам, или можно пойти в другой орган, сделать запрос? Совершенно несложно. У нас есть два варианта подачи заявлений к нам в управление архива. Это через портал Госуслуг, либо через сотрудников МФЦ «Мои документы». Более комфортный, конечно, это подать через портал Госуслуг «Мосрег», на портале «Мосрег», через свой личный кабинет. При такой подаче заявление к нам попадает буквально через 3-5 секунд. Секунды? Да, оно тут же отправляется в работу, сотрудник начинает работать с этим заявлением, и, соответственно, гражданин это может сделать, находясь где угодно, хоть сидя в машине с телефона, дома, на даче, находясь даже в другом городе или в другой стране. На последнем этапе подачи заявлений ему единственное нужно будет выбрать удобный ему МФЦ для получения уже оригинала ответа. А МФЦ должно быть находиться только на территории Одинцовского городского округа. И хотелось бы отметить, какой момент. Если есть какие-то сомнения по поводу запрашиваемого документа, если человек не знает, что именно ему нужно, или не уверен, нужно не стесняться, нужно звонить нам. Мы в любое время рабочие, с 9 до 6, мы всегда подходим к телефону. Даже в обеденный перерыв у нас всегда есть сотрудник на телефоне, который поможет, проконсультирует, который расскажет о том, какие документы у нас есть, что мы можем предоставить. Если у нас какого-то документа нет, необходимого гражданину, мы, возможно, сможем подсказать, куда лучше обратиться, если это не к нам. Также, если какие-то затруднения в плане оформления самого заявления через портал, любой наш сотрудник, он всегда пойдет на встречу, он пошагово вместе с гражданином на телефоне поможет подать это заявление для удобства граждан. Тем самым, это облегчается и нам работа, если реквизит документа известен, и гражданин освобождается от этого неприятного момента в получении отрицательного ответа. И самый ключевой момент, что если известно, что нужно, ответ можно будет получить буквально через 2-3 дня. Ну вот хотелось бы узнать тот минимум, который я, например, должна знать, чтобы к вам обратиться. Это что, номер документа или организация? Да, есть такое понятие, как реквизит документа. Это его название, название документа, его номер и дата, когда он был издан. Вот три момента ключевых, которые необходимо знать. Но мы всегда можем подсказать, где можно посмотреть этот реквизит. Если у человека на руках какие-то документы, и он не понимает, куда ему посмотреть и где найти это слово, постановление или решение, или иной какой-то документ, он всегда может позвонить, мы поможем. Чаще всего с какими просьбами к вам обращаются? Недвижимое имущество, да, чаще всего. А есть ли какая-то статистика, сколько, например, у вас обращений в месяц? Есть такая статистика? У нас есть годовая статистика. В прошлом году у нас было более 10 тысяч обращений. В позапрошлом году 12. То есть работа кипит, не прекращается каждый день у вас, очень свободные минуты нет. Ну, документы, во-первых, нам же регулярно поступают новые документы, соответственно, объем увеличивается, и, соответственно, запросы увеличиваются. Ну, это действительно очень удобно, цифра пришла и в дом, то есть вообще, в принципе, не надо ходить даже в архив, и можно все спокойнее сделать. Можно я хотела бы добавить? Все услуги, которые мы оказываем в архиве, они все бесплатны. Никаких госпошлин платить не нужно. У нас еще есть один момент для ветеранов Великой Отечественной войны. Любой ветеран, либо его представитель законный, по доверенности, может обратиться к нам, минуя МФЦ или портал госуслуг. То есть ему нужно обратиться к нам напрямую. То есть позвонить или прийти? Просто позвонить по телефону. Мы откроем дверь, мы пригласим. Примем заявление у нас внутри, да, в управлении архива. И при наличии необходимого документа мы сразу же ветерану его выдадим. К 75-летию, кстати, заговорили о ветеранах, к 75-летию победы. Я так понимаю, что ваш архив занимается еще и поиском. К вам обращаются поисковики. Вот были интересные случаи? Да, вы знаете, может быть, не так часто таких запросов, но в этом году было три таких запроса, когда поисковики из Крыма обратились к нам с просьбой найти родственников солдата, солдатов, которые погибли. И при раскопках были обнаружены солдатские медальоны, в которых было указано фамилия, имя, отчество солдаты и место рождения. И вот те солдаты, которые родились на территории из Венигородского района, то есть был известный населенный пункт, вот с помощью этого мы пытались оказать помощь. Каким образом эта работа организовывается? Если известно место рождения солдата, и, как правило, впоследствии это и место его проживания, то на этот счет у нас в архиве есть похозяйственные книги, которые заводили поселковые и сельские советы, в которых писали главу хозяйства и с ним проживающих. В первую очередь сначала мы листаем по населенному пункту похозяйственную книгу, ищем аналогичную фамилию. Дальше ориентируемся по отчеству. И если человек, в общем-то, похоже, что это его родственники, дальше мы связываемся с сельской администрацией. А там уже внутри администрации работники обращаются либо к старожилам, либо все-таки деревни, села у нас не очень большие по численности, все равно у людей что-то в памяти всплывает. И вот таким образом был конкретный случай, когда действительно был найден внучатый племянник погибшего солдата. Потом другой ход, когда невозможно найти родственников. Но, например, известно только название населенного пункта. Солдат каким-то образом был связан с этим населенным пунктом. Вот такой случай был по Баковке. Вы знаете, всю информацию, которую нам удалось как-то по крохам собрать, мы передали поисковикам. И вот поисковики приехали на Баковское кладбище, нашли фамилии похожие, можно было бы предположить, что это родственники, к руководству кладбища. И таким образом, опять-таки, вышли на родственников погибшего солдата. И было очень приятно, когда в ответ нам прислали по электронной почте такое благодарственное письмо. И там меня очень как бы до глубины души поразила одна фраза, где написали, что спасибо вам за вашу работу, наш солдатик вернулся на родину. Это, вы знаете, это невысокие слова. Это действительно, я понимаю, что мы работаем не зря. Это на самом деле очень ценно. Но я так понимаю, поисковики, это не только с Одинцовского округа. Это вообще география обширная. Это совсем раз к нам из Крыма обращалась. Да, из Крыма. Даже не последний, я бы сказала, в основном из Крыма. То есть там проводятся большие поисковые работы. И, соответственно, также хочу отметить, что в этой работе нам помогает Одинцовское управление ЗАГС. Тоже можно по фамилии как-то попробовать узнать, кто родился, кто умер. Вот какую-то связь. Тетя, дядя. Ну, то есть эта работа такая очень конкретная. Но вот у нас, я могу сказать, все-таки получается. Этим занимается любой архивариус. Вот кому достались эти документы? Или у вас определенный человек, который именно с поисковой экологии? Ну, вы знаете, как-то так получается, что занимаемся этой работой, занимаюсь я лично. И вот, Анна, вот каким-то образом ведем переписку. Вот максимально пытаемся какую-то найти информацию и так далее. А вот в Селе Троицкой, это же ведь тоже, да, по-моему, ваша работа за хранение была? Вы знаете, мы присутствовали на съемках. Да. То есть настолько все тесно. Да, то есть будем так говорить. Может быть, первая ступенька. Все-таки мы вложили свой вклад. Мы нашли, предоставили информацию по родственникам. И вот были очень как бы рады, что работа прошла небесследно, что действительно нашлись родственники с почестями, с военными. Останки солдата были захоронены. Это действительно большое дело. Спасибо вам большое и от меня лично за такую работу. Хотелось бы еще понимать, какой у вас самый старинный или самый древний документ? Как правильно? Не хочется обидеть документ просто. Старый, старинный, древний. Самый старый документ по дате издания – это церковная метрическая книга Луцинской церкви. Она датирована 1845 года. В этой книге три раздела – записи о рождении, браке и смерти. На сегодняшний день вот такого рода документы, а именно церковные метрические книги, как это ни странно, очень востребованы. И востребованы почему? Когда людям необходимо подтвердить родство. И, как это ни странно, родство при захоронении на кладбище. На сегодняшний день все кладбища проводят инвентаризацию. И, соответственно, люди, которые очень давно были захоронены, соответственно, на сегодняшний день нужно подтвердить какую-то родственную связь. И вот такого рода запросов у нас очень много. И я могу сказать, что если человек родился на территории современного Одинцовского района, мы, как правило, всем помогаем. То есть все сведения можно найти? Да, можно найти. Тоже там своя методика поиска. Ну, понятно, разве человек может знать, кто там родился в 1800 каком-то году, как звали родственников, родители. Ну, своя цепочка. У нас уже все это отработано, вот все это слажено. И мы, как правило, людям помогаем. Самое главное, человек должен знать место рождения. Потому что такого рода поиск начинается именно от церкви. А мы уже знаем, допустим, какие села, деревня входили в ту или иную церковь. Если есть хоть какой-то минимум информации, самое главное место, это мы найдем. Обалдеть. Сейчас Звенигородский архив к вам имеет какое-то отношение или нет? Ведь округ теперь мы... Да, значит, в 2019 году произошла реорганизация Одинцовского муниципального района. Мы теперь единый Одинцовский округ, в состав которого входит Звенигород. По закону на территории одного округа не может быть два уполномоченных органа в сфере архивного дела. Соответственно, архивный сектор Звенигорода в мае месяце войдет в состав управления архива администрации Одинцовского городского округа. Что это такое? То есть будет единый орган, и документы архива Звенигорода вольются в наш состав. Но обращаться можно в Звенигород, правильно? То есть он там будет как единица? Нет, обращаться нужно к нам. Только к вам. Но опять же, у нас сейчас есть эти два варианта. Это только МФЦ, либо портал госуслуг. Соответственно, также гражданин, если он проживает в Звенигороде, ему, конечно же, не нужно приезжать к Одинцову, для того, чтобы подать заявление. Он это может сделать у себя в городе в Звенигород, и получит оригинал ответа он у себя в Звенигороде в МФЦ. Это тоже очень важный факт, чтобы об этом уже теперь наши зрители... Просто выдавать документы и работать с документами будем уже мы. Я желаю вам успехов, еще раз вас поздравляю с вашим юбилейным годом. Спасибо. И можно я пользуюсь случаем? 10 марта был наш праздник, День архивов. В связи с этим я хотела бы поздравить всех работников архивов, пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, творческих побед. Мы своей ежедневной работой, я считаю, что вносим достойный вклад в наследие нашего края. То есть ежедневно мы приумножаем документальные материалы, сохраняем сведения о людях, которые создают нашу историю. Всем архивистам я хочу пожелать команды единомышленников, и чтобы с этой командой все задуманное обязательно исполнилось. Ну и прежде всего хочу пожелать всем простого человеческого счастья. А мы присоединяемся. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.